Всем привет еще раз. Сегодня я расскажу о том, какой GMAT нужно набрать для того, чтобы подступить в разные бизнес-школы. И поможет мне в этом главное оружие бизнес-аналитика. Google. Смотрим. Average GMAT score Cambridge Seed, например. Первая же ссылка, которую мы читаем, 696. Запомнили. Average score, например, Bacconi. SDA. Google applicants ranging from 620 to 750. Окей. В среднем, значит, где-то тоже 680-700. Если мы вбиваем сюда Гарвард, MBA. О, у нас получается ссылка на Economist, где очень подробно рассказывается про разные университеты в целом. О, здорово. Тут мы можем увидеть, сколько нужно набрать в University of Chicago, в Harvard, в Stanford, в Dartmouth и, в принципе, куда угодно. Вывод. Для того, чтобы узнать score, который нужен вашей конгрейной школе, просто загуглить его. Первая ссылка, которую вы найдете, скорее всего, будет подходящей. Что мы можем сделать? Какой вывод мы можем сделать из того, что сейчас прочитали? Вывод в том, что, в принципе, чтобы попасть даже в Гарвард, Stanford, среднего уровня 720 будет хватать. Для бизнес-школ поменьше хватает и 700, или даже 680. То есть, в принципе, если ориентируетесь на 720, париться уже не придется, вас возьмут, скорее всего, куда угодно. Здесь, правда, следует добавить две вещи. Первая вещь заключается в том, что русскоговорящие ребята обычно набирают выше балл, чем средний. А поскольку при поступлении вы будете конкурировать именно с русскими, с русскоговорящими людьми, а не с американцами, то вам придется набрать балл повыше, чем 700 или 720. То есть, лучше ориентироваться, конечно, на 740. И это в том случае, если GMAT, конечно, ваша основная вещь. И тут вторая вещь, которую я хотел сказать, то, что GMAT – это не самое главное при поступлении. И вам гораздо важнее инвестировать время в подготовку своего профайла. Ведь гораздо легче поступить с крутым профайлом, но при этом с GMAT 700 или 680, чем набрать очень высокий GMAT, но при этом потом зафакапить эссе. Поэтому, если у вас уже неплохой балл по GMAT, например, 700 или 720, допустим, может быть, нет смысла тратить время на то, чтобы пересдать, показать балл получше, а есть смысл инвестирует время в подготовку эссе и профайла и работу с рекомендателями. Ведь это будет главным фактором успеха, в отличие от GMAT. Если же здесь у вас все окей и вам нужно прокачать GMAT, то в ближайшее время я расскажу, как это сделать. Ну, а если хотите более глубокой информации, расскажем об этом на курсе по GMAT и по verbal, по математике, который мы как раз сейчас запустили. Ссылки все будут здесь, так что пишите, будем рады на все ответить. Все, до следующего видео, до связи.